Здравствуйте! В канун Пасхи вас приветствует сайт Садовый мир от журнала Волшебный сад. И мы хотим с вами поделиться опытом, как сделать вот такие симпатичные, раморные пасхальные яички. Для этого нам ничего сложного не нужно. Вот обычная луковая шелуха, только желательно, чтобы она была разных расцветок. Вот такая вот бордовая, вот это вот желтые чешуйки, это внутренняя одежка от лука и самые обычные луковые перья. Но даже если у вас нет разноцветных, то в принципе можно использовать те, что у вас под рукой. Если все-таки хочется, чтобы была более разнообразная вот такая вот окраска, видите, тут и бордовые, и желтенькие, и коричневые пятнышки есть, то тогда можете купить по полкилограмму лука в магазине, ну и очистить от них вот эту вот луковую шелуху. Что дальше? Мы измельчаем ее ножницами. Вот берем, просто режем. Вот там такой примерно консистенции, до такого размера. Очень удобно это вот делать в такой вот кастрюльке. Мы кладем туда луковые перья и вот так вот начинаем все это резать, чикать. И в конце концов у нас получается более-менее такая однородная структура. Берем яйцо, обмакиваем его в воде. И дальше кладем на наши подготовленные мелкие перышки. Вот здесь я уже настригла желтеньких, вот этих вот светлых перышков. И они у нас будут давать красивую желтую окраску. Вот мы их со всех сторон обваляем. И дальше мы покрываем, заворачиваем наше яйцо. Как ребеночка пеленаем его вот так вот в тряпочку. Тряпочка у нас должна быть размером примерно 12-15 сантиметров. Квадратик такой стороной 12-15 сантиметров. И начинаем обматывать ниткой. Нитки не жалеем, чтобы она у нас плотно прижала тряпочку со всех сторон. И наша уховая шелуха плотно тоже прилегала к скорлупе. Вот плотненько сейчас намотаем. Все, готово. Теперь берем ложку и опускаем. Уже подготовленную краску. Краской может быть, как купленная в магазине, какая-то химическая, так и луковая шелуха, как обычно у нас принято красить. Она натуральная, не вредная, не для детей, ничего, аллергия никакой не дает. Вот здесь у нас уже было яйцо, которое мы заранее опустили. Мы его вынем и посмотрим, что у нас получилось. Чтобы нам не обжигаться, мы его остудим под водой, под холодной. И теперь начинаем раскручивать. Опять ниточку нашу на катушку наматываем. Она нам потом еще для следующего яйца пригодится. Размотали. Снимаем тряпочку. Счищаем эту луковую шелуху. Она прилипла, пока варилась. Вот. Можно это ускорить, этот процесс, так же под водой. И смотрим, вот у нас красивая, мраморная окраска получается. Варить надо 5 тонн, 10-15 минут. Собственно говоря, чем дольше варится, тем больше проявляются вот эти разные оттенки у нас. Мы вытрем это полотенчиком, чтобы совсем удалить все прилипшие чешуйки. Вот. У нас такое уже проявляется красивое. И тряпочкой с моченым маслом мы протираем.